Я так понимаю, тема сегодняшней встречи посвящена Technologies, Entertainment и Design, в частности, идеям, достойным распространения. И я бы хотела вкратце рассказать о том, что, на самом деле, если чего-то очень хотеть по-настоящему, можно к этому прийти. Свой краткий рассказ я бы назвала, возможно, «Всё», в том смысле, что мечта может стать реальностью. Я родилась совсем не в музыкальной семье, и, тем не менее, в самом раннем детстве я начала петь. И это были поначалу просто какие-то мотивы. Я доставала своих родителей, что-то похожим на ла-ла-ла. Потом это были мелодии на стихи различных поэтов, которые я читала и учила в школе. Потом я начала писать и тексты, не только музыку, но и тексты. И таким образом творческие импульсы мои воплощались и в моих собственных песнях. Мне ужасно хотелось всем этим делиться. Я принимала участие в различных школьных концертах, в конкурсах, в фестивалях. И когда я училась в университете, в Смольном институте свободных искусств и наук, там я даже создала команду КВН. Потом были более серьезные вещи. В частности, чемпионат исполнительских видов искусств всемирный. The World Championships of Performing Arts. И этот чемпионат проходил в Лос-Анджелесе, в Голливуде. И я туда ездила представлять Россию со своими песнями. Завоевала там какие-то медали, привезла их в Россию. И все это было очень хорошо. Но, по большому счету, это были разовые выступления. И они не приносили ни особого признания, ни денег. И я понимала, что музыкой мне не прожить. Поэтому, окончив бакалавриат Смольного института свободных искусств и наук, получив красный диплом по направлению музыка, я устроилась на работу в рекламное агентство. Там я занималась офисной очень такой деятельностью. Дни и часы я проводила за компьютером. Я искала выгодные условия, составляла коммерческие предложения. Проводила очень много времени в телефонных переговорах. У меня сговорились, касались цифр, подсчетов, товаров, услуг. Я все делала на совесть, и мы были очень довольны. Мы постоянно повышали зарплату. Все, казалось бы, было очень хорошо. Но единственный человек, который не был доволен происходящим, это была я. Потому что я понимала, что все это меня уводит все дальше и дальше от творческого пространства и, собственно, от пространства моей мечты. Тем временем я ходила в спортзал. Абонемент в этот спортзал мне достался в качестве поощрения, в качестве премии от рекламного агентства, где я работала. И вот однажды я бежала по беговой дорожке абсолютно бездумно, бесцельно. И вдруг некая звуковая дорожка пересеклась с беговой дорожкой. И буквально в одну минуту я обрела некую цель, какой-то музыкальный ориентир, потому что я именно в спортзале услышала песни группы «Новый львак». Мне очень понравилось то, что я услышала, их саунд, их подача, их стиль. И тогда я подумала, что если все-таки как-то сложится, что я буду заниматься музыкой, то я бы хотела делать это на каком-то похожем уровне, как-то так. Мне это очень близко. Прошло какое-то время, и в 2008 году, надо сказать, с большим трудом, я попала на концерт группы «Новый львак» впервые. Они выступали в Петербурге, в клубе на тот момент существующем «А-2». Я была под впечатлением от этого выступления, и в конце него я подошла к зоне бэкстейдж и чудом передала группе демо-диск со своими песнями. Все было записано в очень плохом качестве. Тем не менее, вот диск попал в руки к продюсеру группы «Новый львак» Марку Калину. На диске был написан корявым почерком «Мой имейл». Собственно, я ни на что не надеялась, и диск этот передавала в качестве просто благодарности за концерт, в качестве букета цветов, которого у меня не было с собой. Но вот оказался диск, завернутый в какую-то бумажку, и там был этот имейл. И это был на самом деле какой-то незначительный на тот момент жест, как мне казалось. Тем не менее, именно этот момент стал поворотным пунктом для всей моей жизни и поменял вообще все для меня и в моей судьбе. Потому что через неделю после того, как диск оказался в руках французов и группы «Новый львак», я получила по электронной почте письмо от Марка Калина с предложением приехать в Париж на запись нескольких треков для третьего альбома группы «Новый львак». Я, недолго думая, собрала кое-какие вещи, поехала в Париж. Мы записали кое-какие песни для третьего альбома. Потом последовало предложение отправиться с группой «Новый львак» в туры концертные, в фестивали. В этот момент мне пришлось уволиться из рекламного агентства. Они меня очень просили остаться, соблазняли повышением зарплаты. Но уже вот беговая дорожка, которая случилась в моей жизни в виде «Новый львак», она вела меня в другие совершенно какие-то дали, в другие страны. С «Новый львак» мы объездили полмира. В дальнейшем мы с музыкантами «Новый львак» под руководством продюсера группы «Новый львак» и «Марка Галина» записали мой сольный альбом, состоящий из моих песен. Кстати, надо сказать, когда я попала к французам, я очень плохо говорила по-французски. Но у меня сразу возникла идея о том, чтобы написать на французском песню, тем не менее. И вот в результате такая песня мною была написана, она попала в альбом «Соля Ви». Ну и чтобы как-то проиллюстрировать, в конце концов, свой короткий рассказ, я могла бы ее вам испеть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok